Я хотел бы еще сделать отдельный комментарий по поводу осквернения одной из могил погибшего под Одессой на кладбище одного из тех, кто сгорел в городском доме профсоюзов 2 мая. Мы возмущены этим актом осквернения в Одессе могилы погибшего при пожаре 2 мая в городском доме профсоюзов. Неизвестными лицами были сожжены траурные венки, огнем поврежден надгробный православный крест и оставлена записка оскорбительного содержания. Это кощунственное деяние не укладывается в голове, находится за гранью зла. Те, кто это совершило, их вдохновители попрали все нормы морали и совести. Для них не остается, судя по всему, ничего святого. Мы требуем и будем добиваться тщательного расследования произошедшего преступления и наказания причастных к нему лиц. Одновременно настаиваем на проведении, в том числе с участием авторитетных международных экспертов, объективного изучения обстоятельств случившегося 2 мая кровавой трагедии в Одессе. Расцениваем произошедшее на кладбище под Одессой акт вандализма, как глумление над памятью всех невинных жертв, фактически развязанной на Украине и ее нынешними властями, братоубийственной войны. Вновь призываем Киев и его западных покровителей одуматься и незамедлительно прекратить террор в отношении собственного народа. Кстати, до сих пор нет информации о том, как продвигается независимое расследование трагических событий в Одессе 2 мая, в результате которых погибло более 40 человек, а по поступающей информации их гораздо больше. Свыше 200 получили разные степени ранения и увечья. Это является проявлением безответственности киевских властей, которые потакают открыто национал-радикалам, включая правый сектор. Трагедия в Одессе стала еще одним подтверждением ставки Киева на силу. Но заволокитить, как мы говорим, расследование киевским властям не удастся.